Всем привет друзья! Сегодня покажу вам коллиматорный прицел белорусского производства Белома ПКА. Прицел подставляется в таком текстильном подсумке. Это не кордура, это какой-то китайский нейлон. Как полноценный подсумок я бы не рекомендовал носить в нем прицел. Он выглядит некачественным. Внутри находится прицел, документация и тряпочка для протирки. Так как прицел бэушный, то есть остался только прицел. Больше ничего там внутри нет. Прицел позиционируется как прицел для военнослужащих больше чем для гражданских, поэтому и требования у него соответствующие. Он весьма тяжел, он 600 грамм веса, он надежный. Крепится как и большинство армейских прицелов на ласточкин хвост. Высота кронштейна рассчитана под автомат Калашникова. На сайгу гладкую становится тоже прекрасно. Регулирование прижатия обеспечивается винтом снизу. Боковые поправки у прицела ПКА скрыты под барабанчиками. Барабанчики хорошо защищают от сбития, но при этом они весьма мягкие. То есть они без характерных таких жестких щелчков. Не то чтобы оно сбивалось, сайга 12 подтвердило, что СТП никуда не уходит, но все-таки хотелось бы конечно четких и конкретных щелчков. Как и все армейское оборудование, у него задача больше не сколько удобства, а сколько, чтобы не потеряли. Даже вот эта резиновая накладка, она приделана и ее никуда не можешь убрать, она постоянно болтается. Прицел включается слева, вот таким вот маховичком. У него 8 режимов яркости, точка маленькая, точка конечно исключительная. Правда вижу я ее на самом деле чуть хуже, возможно это особенности моего зрения, восприятия. Я ее вижу больше как несимметричную звездочку или снежинку, что-то вот в этом роде. Такая точка очень хороша для нарезного оружия, но для сайги она откровенно говоря мне не понравилась. Я не буду ее ставить на сайгу, потому что сайга это все-таки ружье. Как и все армейские прицелы, она не перекрывает механические прицельные приспособления, что если даже прицел разрядится или что-то с ним случится, вы можете им пользоваться. Конкретно этот прицел вообще, брать или не брать, я вам не буду рекомендовать. Обычно требования только если у вас левый стрелковый глаз, а вы правша, тогда калиматор вам нужен, да, конечно он поможет. Ну или когда проблемы со зрением. А так в целом, друзья, решать конечно вам. Еще один фактор не в пользу этого калиматорного прицела, то что он может достигать 200 долларов и выше. А это уже ценовой диапазон прицелов холосан, который выглядит конечно куда лучше на фоне этого беломовского прицела. Но опять же, на вкус и цвет все фломастеры разные. Спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи. Спасибо.